Мухин Артем Павлович 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 Чемпионат России Мухин Артем Павлович 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 конкурирующей схватки и зрелищную борьбу. Я уверен в этом. Поэтому надо прийти, обязательно, даже кто не участвует, прийти посмотреть, фриксам это обязательно надо снять. Я думаю, поэтому это будет такое событие знаковое. Как адепту бразильского джиу-джитсу попасть на соревнования по джиу-джитсу Невазу и в федерацию джиу-джитсу? Потому что ходят слухи, что это сложно. Есть много всякой бумажной волокиты, такие как справки, членство в федерации. Просто так побороться, говорят, не прийти. Есть кардинальные отличия, скажем так. Ну, несущественно они пугающие, если в принципе собраться. Опять же я скажу, что это государственная дисциплина, где у нас работает закон о спорте. И есть требования, скажем. Прежде всего мы стараемся обезопасить спортсменов от риска травматизма на соревнованиях и контролировать здоровье спортсменов. Потому что были случаи, даже печальные, всем известные, не хотелось бы этого повторить. Но человек, который занимается, ему хочется выступить, для дисциплины АЗА, надо просто один раз собрать все документы и в принципе вопросов не будет. Для этого надо стать членом региональной спортивной федерации ЖУЖИЦУ, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, другого города, где есть эта представленная организация. Вступить в нее, завести разрядную книжку, оформить членский износ. Членский износ, как мы знаем, у нас небольшой, от 500 до 1000 рублей в зависимости от региона. Помимо, все платят износы 30-50 долларов в год, выступая на арабских и бразильских турнирах, и никто не говорит. И стартовый износ там намного больше. У нас стартовый износ достаточно приемлемых денег, там опять же от 500 до 1000 рублей. Единственное исключение, вот сейчас на АСПБ ОПЕН будет, это международный турнир, там взнос 20 евро, и все говорят, что это очень много, плюс там, то и все. Да, надо пройти медосмотр, надо пройти справку, надо взять, собрать документы, сделать копию этим ММФ. Но я говорю, если вы с одним раз собрали документы, они лежат в федерации или у тренера, который представляет эту федерацию, вам надо только просто ждать стартовый износ, ну и контролировать, чтобы все документы были действующие на данный момент в этих соревнованиях. И я думаю, не будет сложности. Если какие-то вопросы, всегда можно мне позвонить, я помогу или состыкую. Если есть желание, это все, я считаю, договорки, что там какая-то волокита, справку взять для оформления. Я считаю, что это не является такой причиной, чтобы не выступать на этих соревнованиях. Конкуренция сейчас возрастает, и плюс возникло движение, скажем, ветеранское, уже будет турнир по мастерам. В этом году официально на Европе будет проводиться мастерский турнир в чемпионате Европы, помимо со взрослыми, с профессиональными спортсменами, будут ветераны бороться, скажем, мастера и тренеры, которые 30-40 лет и старше. Помимо этого надо участвовать в соревнованиях, и будет интересно. 14-15 октября в городе Санкт-Петербург будет проходить международный турнир СПБ ОПЕН, который является международным. Он включен в официальный календарь Федерации международной джиу-джитсу. Раньше этот турнир был очень посещаемым, очень мощным. Участвовали спортсмены из всех стран, ведущих европейских, которые занимаются джиу-джитсу. Этот турнир открыт для всех, и это привлекает народ много, будет массовость. Уже я знаю, в некоторых весах от Тока, от Питера выступает по 8-10 человек. Я слышал, что в многих регионах, из той же Сибири, из Омска едут ребята, из Тюмени едут ребята. То есть там, где есть Федерация, мы со всеми общаемся, дружим. Они параллельно, опять же, и клубы у них есть, в бразильской жиу-джитсу. Я думаю, это будет очень интересный турнир. Советую всем рекомендую обязательно, кто будет в Питере, прийти и поучаствовать. 15-го числа, в воскресенье, в 10 часов начала всех приглашаю. Неваза начинается сразу, только Неваза, целый день. И плюс, в это же время будут участвовать молодые спортсмены до 18 лет, которые в наше будущее. Мы тоже проводим соревнования в рамках этих подростой категории. И тоже, надеюсь, мы увидим новых восходящих звезд, которые будут активно представлять нас как и по бразильскому жур-джитсу, так и по Невазе. Приходите все на соревнования, приезжайте к нам бороться. Спасибо, босс. Спасибо, босс. Спасибо. 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 Спасибо.